Ласточка Ласточка в танковых войсках Оружие победы Так называли эту боевую машину Простая, надежная, неприхотливая, мощная и подвижная Вспоминают о ней ветераны Легендарная 34-ка в фильме Оружие К началу Второй мировой войны Основу бронетанкового парка Красной Армии Составляли легкие машины Т-26 и БТ По своим тактико-техническим данным Они вполне соответствовали требованиям времени Серьезной проверкой реальной боевой ценности бронетанковой техники Стала гражданская война в Испании СССР направил в помощь республиканскому правительству Военных советников и добровольцев А также технику и вооружение В Испании воевало более 350 советских танков Т-26 и БТ-5 Машины были быстроходные То есть подвижность была на достаточно высоком уровне В общем-то огневая мощь на то время тоже была на достаточном уровне Но защищенность оказалась недостаточной То есть противотанковые средства Которые применяли войска Франко А также противотанковые средства Эти были поставлены из Германии частично Оказались мощнее, чем то, что могла выдержать броня Карбюраторные двигатели Работавшие на высокооктановом авиационном бензине Загорались даже от попадания бронебойных пуль Противотанковых ружей и крупнокалиберных пулеметов По итогам боевых действий в Советском Союзе были сделаны следующие выводы Танкам необходимо противоснарядная броня Мощное вооружение Пожаробезопасный и экономичный дизельный двигатель Опыт использования дизельных двигателей на танках В 30-е годы имелся у поляков и японцев Польский танк модели 7ТБ стал первой в мире серийной машиной из дизель-моторов Он производился с 1932 года Дизели устанавливали на свои серийные танки японцы Начиная с 1935 года Танки ХАГО, ЧИХА и другие Это были маломощные двигатели, первоначально разработанные для автомобилей В 1937 году автобронетанковое управление РККА Выдало Харьковскому паровозостроительному заводу техническое задание на новый танк Военные хотели получить машину лучше вооруженную С более толстой броней и мощным дизельным двигателем В результате разработки такого танка Танк по заданию должен был тоже колесно-гусеничным Но в результате разработки танка появились как бы две его версии Две модификации Колесно-гусеничная, так называемая А-20 И А-32, это в общем-то чисто гусеничная версия Однако заказчик настаивал на продолжении конструирования танка в неизменном виде Идея комбинированного колесно-гусеничного хода Имела влиятельных сторонников среди руководства Красной Армии В это время по собственной инициативе Инженеры Харьковского паровозостроительного завода Под руководством конструктора Михаила Кошкина Приступили к работе над проектом А-32 Это была принципиально новая машина Уже в первоначальном виде Носившая черты будущего танка-легенды Удлиненный низкий корпус Противоснарядная броня Башня обтекаемой формы Мощная 76-мм пушка Чисто гусеничный привод Таким видел свой танк Михаил Кошкин Эта машина без преувеличения стала делом всей его жизни Кошкин Михаил Ильич Конструктор бронетанковой техники Годы жизни 1898-1940 Родился в крестьянской семье Воевал на фронтах Первой мировой и гражданской войны В 1934 году окончил Ленинградский политехнический институт С 1936 года работал начальником конструкторского бюро Харьковского паровозостроительного завода На пути к воплощению своих идей Кошкину пришлось преодолеть серьезные сопротивления В начале 1939 года на совещании в Кремле Многие видные военачальники Включая заместителя наркома обороны Григория Кулика Высказались против модели А-32 По их мнению колесно-гусеничный танк А-20 Обладал гораздо большей оперативной подвижностью Это качество считалось важнейшим для широкого маневра Бронетанковые соединения можно быстро перебрасывать Своим ходом вдоль линии фронта Михаил Кошкин решительно выступил в защиту своей модели Преимущества чисто гусеничного движителя Казались ему очевидными Простота конструкции, надежность, высокая проходимость машины Это позволяло в перспективе резко увеличить выпуск бронетехники Убежденность конструктора понравилась Сталину Он поддержал Кошкина и его проект Опытные образцы новых машин были готовы к маю 1939 года При этом выявился немаловажный факт Трудоемкость производства колесно-гусеничного танка А-20 Оказалось вдвое больше трудозатрат на А-32 В результате испытаний этих опытных образцов Оказалось, что характеристики их идентичны Но Харьковское конструкторское бюро остановилось на гусеничной версии Тут можно не то чтобы догадываться Но можно говорить о том, что конечно же Когда привод на ведущие колеса один через трансмиссию ведет Только допустим на гусеничный двигатель То это более надежная конструкция, чем конструкция колесно-гусеничной Поэтому приоритет они отдали этой машине В дальнейшем на базе модификации или модели А-32 Создали модель А-34 Модель этой была тяжелее, чем А-20 То есть имела лучший уровень бронирования Высший уровень бронирования Но запаса мощности двигателя хватало на то, чтобы приводить в движение эту машину Необходимые скорости иметь 19 декабря 1939 года совместным постановлением Политбюро ЦК ВКПБ и правительства Было решено изготовить два предсерийных образца нового танка Ему был присвоен индекс Т-34 Т-34 Средний танк образца 1940 года Боевая масса 26,5 тонн Длина корпуса 5,9 метра Ширина корпуса 3 метра Толщина лобовой брони 45 миллиметров Двигатель дизельный мощностью 500 лошадиных сил Скорость до 54 километров в час Вооружение Одна пушка калибра 76,2 миллиметра Два пулемета калибра 7,62 миллиметра Экипаж 4 человека Корпус 34-ки сваривался из скатанных броневых плит Верхний и нижний лобовые листы располагались под углом 60 градусов Они защищали членов экипажа и важнейшие агрегаты машины От огня противотанковых пушек калибра 37 и 45 миллиметров Самых массовых в то время Люк механика водителя находился на лобовой плите корпуса Башня овальной обтекаемой формы делалась сварной В ней устанавливались орудия и спарены пулеметы Такое же 76-миллиметровое орудие стояло и на тяжелом танке КВ На тот момент это была самая мощная танковая пушка в мире Двигатель и трансмиссия располагались в кормовой части машины Простой в эксплуатации, мощный и безотказный дизель модели В-2 Позволял пройти на одной заправке 300-350 километров Для показа руководству страны танки Т-34, три опытных образца Совершили марш своим ходом из Харькова в Москву И в общем-то они потом после показа и перед показом Испытывались на научно-исследовательском британковом полигоне В поселке Кубинка И эти испытания показали, что уровень агрегатов по надежности Агрегатов этого танка недостаточно высок И в общем-то ту гарантийную наработку, которая предлагалась изначально И которая была отмечена в тактико-технических требованиях На разработку машины 3000 километров Не выполнялись эти требования Требования по эргономике тоже не выполнялись То есть внутренний объем машины был маленький Благодаря тому, что наклонные броневые листы устанавливались на корпусе Это уменьшило внутренний забронированный объем И считалось, что это недостаточно объема Для выполнения боевых задач членами экипажа То есть работали члены экипажа на своих рабочих местах Поэтому главное это автобронетанковое управление По результатам этого пробега и по результатам испытаний Рекомендовало не принимать на вооружение эту машину Окончательно определил ее судьбу нарком обороны маршал Ворошилов Он рекомендовал выпускать танк, одновременно устраняя его недостатки 31 марта было принято постановление о немедленной постановке Т-34 в серийное производство На этом испытания 34-ки не закончились В июне вместе с машинами других образцов Т-34 был направлен на Карельский перешей Там, на бывших финских противотанковых препятствиях Танк еще раз продемонстрировал великолепные ходовые качества и мощь 76-мм армии Кошкин дорого заплатил за успех своей машины После весеннего пробега он тяжело заболел пневмонией Сказалось переутомление от многомесячного напряженного труда Не обращая внимания на болезнь, конструктор продолжал работать Летом произошло обострение заболевания Врачам пришлось удалить одно легкое 26 сентября 1940 года Михаил Кошкин скончался Посмертно он был удостоен звания лауреата государственной премии И золотой звезды героя социалистического труда Его дело продолжили другие выдающиеся конструкторы Александр Морозов и Николай Кучеренко 34-ка демонстрировала отличные характеристики уже на стадии испытаний Но истинную ценность этой машины доказала война Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие» Субтитры создавал DimaTorzok Торзок